Ход событий продолжает свою работу и гость уже в студии. Я хочу вам представить Ольгу Крыгунову. Добрый день, Ольга Викторовна. Вы являетесь председателем управления детского благотворительного фонда САВА, насколько я правильно понимаю, и вы член общественной палаты. С вами хотели бы поговорить, мы здесь вот в студии открытого канала, на тему пропаганды средств защиты, профилактики от такого заболевания, которое назвали чумой XX века, как СПИД. И не случайно, потому что в середине мая появилось сообщение о том, что Федеральный Центр по борьбе со СПИДом считает, что если мы никакой работы проводить не будем, то к концу 2015 года число заболевших подобным недугом современным достигнет у нас в России 1 миллиона рублей. Ой, 1 миллиона человек, прошу прощения. И в области эта цифра может повыситься до 15 тысяч человек. Насколько критично сейчас вот это состояние, и прав ли Вадим Покровский, руководитель Федерального Центра, в своих суждениях? Ну, насколько мне известны некоторые цифры, то на самом деле на 100 тысяч человек в год увеличивается в России количество ВИЧ-инфицированных людей. Мы пропагандой, защитой или чем-либо еще подобным в общем не занимаемся. Мы занимаемся социальной рекламой на эту тему и занимаемся, может быть, просвещением в этой сфере. Социальная реклама в том смысле, что каждый человек должен относиться к себе ответственно, и каждый человек уже в современных условиях должен тестироваться на ВИЧ. Ну, это бесспорный факт. Да, ситуация такова, потому что 50% от инфицированных людей, они не знают о том, что у них ВИЧ. И это как раз и есть проблема, это как раз и дает в обществе тот рост цифр, потому что они, не зная, они инфицируют, они не лечатся, и они, значит, потом дадут цифру смертей и цифру СПИДа. Потому что в нашем сейчас, в нашем обществе уже в общем-то и во всем мире лекарства от ВИЧ, вот если просто ВИЧ-инфицированный человек, то лекарства есть, и он может как при сахарном диабете лечиться и прожить свою жизнь, приносить пользу обществу, работать, создавать семью. То есть это не повод как бы вот сложить руки, да, а совершенно спокойно можно продолжать. Нет, да, мы можем с вами поговорить еще там на тему и беременных ВИЧ-инфицированных. Это может быть чуть позже, сейчас еще вот интересует такой вопрос. Вадим Покровский, да, я уже говорил, что это руководитель Федерального центра по борьбе со СПИДом, в своем заявлении и обращении, может быть, говорил об отсутствии программы по борьбе с этой национальной угрозой. Что он имел в виду? Отсутствие программы, которая направлена на искоренение этого заболевания, или же отсутствие программы по вот именно информированию населения, по работе с населением? Программа, это же документ такой большой, поэтому я думаю, что он имел в виду все. И не самая лучшая социальная реклама, не самое хорошее финансирование лекарств, наверное, он имел в виду, потому что тема стоит о том, что лекарства не очень хорошие предоставляются больным. То есть у них нет выбора. Ну, в Москве, насколько я знаю, что в центре СПИД, то там другое лекарственное обеспечение, допустим, там в некоторых регионах, оно может быть скромное. И препараты, я боюсь сейчас неправильно их назвать, некоторые препараты очень осуждают эксперты и специалисты, потому что они наносят вред самому здоровью человеку в другом смысле. Почкам, легким, кровообращением. То есть одно лечим, а другое. Да, да. То есть он очень... Ну, вообще-то нужно понимать, что препараты для ВИЧ-инфицированных людей – это химиотерапия. Ну, тем не менее, она... с ней живут, но какие-то органы страдают. И вот если препарат хороший, то препарат дорогой, то препарат, в общем, человека не губит. Губит инфекцию. А вот если этот препарат дурной, то он, в общем, страдает... Ну, здесь, да, двоякая ситуация. Побочные эффекты большие. Скажите, пожалуйста, насколько эта тенденция, вот увеличение числа ВИЧ-инфицированных, опасна для Саратовской области? Ну, тут лучше бы спросить вот в спидцентре. У нас есть прекрасное медицинское заведение. Это спидцентр. Оно создано очень давно. Мы хотели сегодня пригласить второго гостя, но, к сожалению, не откликнулись. Да. Ну, кстати, Любовь Петровна Потемина, она очень контактна и очень мобильна. Поэтому, может быть, на самом деле она очень занята. Но я иногда даже вижу в ней не только государственного чиновника в этой сфере. Она еще и как подвижника, как общественник работает. Поэтому, конечно, там в центре СПИД Саратовского Минздрава проводится очень большая работа. Есть и профилактическая, и препараты в достаточном количестве. Мне сейчас трудно сказать, вот то, что мы говорили, они очень высококачественные или они обычные. Но то, что там проходит большая работа и подвижническая, и социальная реклама тоже есть. Но в этой области чем? Это инициатива нашего уровня? То есть в Саратовске региональная какая-то инициатива? Какая-то часть этой работы, она, конечно, курируется здравоохранением Российской Федерации. Какая-то часть курируется местным здравоохранением. И большая часть, конечно, вот и руководством. Потому что руководство там, я говорю, что у них и подвижническая такая работа развита очень высоко. Но общественные организации в Саратове, они есть. То есть мы хоть и детская организация, которая больше работает там с многодетными семьями, но эту тему мы не могли оставить в стороне. В свое время этот наш проект был поддержан правительством Саратовской области. Поэтому мы этот проект тоже, в общем-то, и на государственные деньги работали. У нас было 4 соцрекламные кампании. То есть вот так вот однозначно говорить о том, что никакой работы по профилактике ВИЧ-заболевания не ведется? Нет, так нельзя сказать. Я знаю еще некоторые общественные организации, которые работают в этом направлении. Я знаю, есть... Я не очень с ними знакома, но есть еще объединение людей, которые больны. И они развивают... То есть говорят о проблеме изнутри. Да, у них такая не очень открытая организация, она немножечко такая калуарная. Но все-таки они пытаются помочь себе сами, пытаются помочь другим людям, тоже занимаются просвещением. Есть места, где очень нужна работа в этом направлении просвещения. Например, колонии. И я вхожу в общественный совет при УФСИН. И там я поднимала тему, потому что в Вольской колонии есть женщины, которые беременны, имеют вирус, лечиться не хотят. И это проблема. Я просила руководителей УФСИН о том, чтобы они чуть ли не лично побеседовали с этими женщинами. Потому что при том, если они будут лечиться от ВИЧ в течение своей беременности, то очень высокий процент того, что дети родятся здоровыми. Незараженными. Незараженными, совершенно здоровыми. Если они не будут получать правильное лечение, то, опять же, большая вероятность, что ребенок родится ВИЧ-инфицирован. Вот, например, там просвещение и, может быть, даже большая работа, и, может быть, даже личное влияние кого-то нужно. Или общественников, или руководства. А вот, на ваш взгляд, с чем связана со стороны общества, сейчас обобщаем, такая проблема невнимания к СПИДу? Ну, вроде бы, он где-то есть, он нас не касается пока, а вот проходит год-два-три, возможно, какой-то прием у врача, использование нестерильных приборов, но это уже к примеру. Либо же контакт, такой вот специфический контакт с ВИЧ-зараженным, и человек вдруг узнает, что он столкнулся с этой проблемой воочию. Вот, как избежать вот этого отрезка, да, который бы, ну, человеку рассказал бы, что вот есть ВИЧ, есть здоровый образ жизни. Где-то здесь проблема кроется, или все-таки это нежелание общества, как бы, видеть эту проблему? В нашей стране люди по большей своей части относятся к себе безответственно, к своей жизни, к своему здоровью. Плюс психологический аспект, что человек никогда не хочет думать, что что-то плохое с ним может случиться. Поэтому вот в наших четырех соцрекламных кампаниях, которые мы провели на территории Саратовской области, мы как раз и пробуем объяснить человеку, что он должен относиться к себе ответственно, и привить навык, мы пытаемся привить навык к тестированию на ВИЧ молодых людей. А в чем это заключается? Просто необходимо там куда-то прийти, куда-то обратиться? Мы вот такие буклеты издаем, и у нас есть сайт, он звучит на русском языке проект-знать.рф, где очень подробно можно ознакомиться, это отдельный сайт, где можно подробно ознакомиться с рассказом об этой инфекции и о том, где можно сдать анализы. Но сдать анализы можно в центр СПИД, он находится на первой дачной, он один-единственный, большой, профессиональный, там работают высококвалифицированные специалисты, там не однажды, а несколько раз сдают, если это требуется, если, например, там есть подозрения, еще что-то. Можно, там предлагают сдать и два, и три раза. То есть надо понимать, что не с первого раза у тебя могут это все диагностировать? Есть такая точка зрения, что вообще есть такая точка зрения, что и есть ли вообще этот ВИЧ. Известный ведущий Гордон, он всегда говорит о том, что докажите мне, я не верю. Но вопрос в том, что люди умирают от этой болезни, и на территории всего мира созданы спеццентры, на территории всего мира идет финансирование и поиск лекарств от этой болезни, вирус под микроскопом. Ну, извините, в 2020 году будет сто лет, как первый раз диагностировали спеццентры. Поэтому вирус этот известный, вирус, нужно просто о нем знать, как он передается, и какие пути передачи, то есть это через кровь, все пути передачи через кровь, через половые контакты и от матери к ребенку. Передачи его, и тоже мы рассказываем об этом в своих брошюрах, о том, что передачи через посуду, через объятия, воздушно-капельным путем, этот коварный вирус не передается, поэтому... То есть это не простуда, это не грипп, который нужно... Нет, он не передается, да, он не через полотенце, ничего передаться не может, слишком долго проходит исследование, чтобы сомневаться в этом. Поэтому человек может работать в обществе, может работать в коллективе, очень многие люди, допустим, в каких-то, может быть, даже небольших коллективах, некоторые знают, что существует такой у них сотрудник, который болен, он как с сахарным диабетом принимает препараты, и подчас приносит пользу, и работает, и создает семью, и рожает. Если женщина лечится, то она рожает здорового ребенка. Обычно проблема может возникнуть вот в таком отрезке, как 16, 24, 25 лет. Но нужно удивиться... То есть это конец переходного возраста получается, и самый пик трудоспособности. Да, и самый пик такого безответственного к себе отношения, я бы сказала. Ну вот, потому что мы до 25 лет растрачиваем свое здоровье, потом начинаем его там собирать, и ответственно к нему более... Вот, поэтому... Но сейчас, как ни странно, и в Московском центре СПИД, и в Саратовском центре СПИД у Любови Петровны Потеминой в коридорах можно увидеть очень много беременных девушек, женщин беременных, молодых. Вот этого раньше не было. Раньше виделись такие асоциальные парни, вот так вот. Или вообще какие-то молодые люди какого-то такого непотребного вида. Сейчас там вполне себе добропорядочные девушки, которые собираются стать материальными. Вот такая картинка налицо. Давайте несколько слов более подробно о проекте «Знать». Да, это ваш проект, проект вашего детского благотворительного фонда. Основная цель этого проекта? Начался он, когда мы, случайно вдруг побывав на каких-то, может быть, других конференциях или там в интернете, узнали о том, что среди детей бомжей, когда мы вообще тему бомжей смотрели, беспризорных детей, мы обнаружили, что ООН дает цифру, очень высокую цифру заражения ВИЧ детей, где они в сексуальном рабстве, или они бомжики и так далее. И тут вот мы встрепенулись о том, что тема-то какая страшная, она уже касается детей. И мы попробовали изучить, и волонтеры, врачи-волонтеры решили вот такую программу создать. У нас много есть волонтеров по разной теме. И вот оказалось, что у нас врачи есть волонтеры. Им стало интересно по своей теме работать по медицинской. И вот так программа развелась. Мы ее выставляли на конкурс социальных проектов в правительство Саратской области через Комитет общественных связей и национальной политики Бориса Леонидовича Шинчука. И там мы выиграли этот конкурс. И благодаря вот этому выигранному конкурсу мы делали четыре вот этих вот соцрекламные кампании. Также и еще потом, после, на следующий год, в 2012, это было 10-11, в 2012 году нас небольшим финансированием на конкурс субсидий поддержала и мэрия. Но нужно еще признать, я не знаю, можно ли называть кампанией, нужно признать, что и бизнес нам помогал в этом. Нам помогала рекламная, известная рекламная компания в Саратове, которая сказала, что тема очень любопытная, и поэтому мы вам дадим место в городе под большие рекламные баннеры. И три года у нас можно было встретить на улице соцрекламные баннеры большие, где звучало, что включи голову, ВИЧ ближе, чем ты думаешь. А вот в рамках этой программы есть какие-то мероприятия, которые проходят в школах, где вот в старших классах рассказывают об этом. В принципе, это как раз вот то самое место в возрасте, про которое мы с вами говорим, это вот от 15 и далее. Школы мы не посещали, или были у нас единичные случаи, но мы посетили практически все колледжи Саратова и Саратской области. Разрешение мы брали в Министерстве образования Саратской области, у Епифана и Марьи Анатольевны письма писали. Мы прошли все вузы города Саратова, тоже написав предварительно письма ректорам, и прочитали большое количество лекций. Лекции проходили очень с большой заинтересованностью присутствующих студентов. Задавалось огромное количество вопросов. Очень была востребована вся наша литература, ну, надо сказать, особенно вот магнитики с капитаном Антиевич. Вот такие вот магнитики были очень востребованы ребятами. И все записывали наш сайт и задавали вопросы, которые нам говорили как раз о том, что молодежь абсолютно безграмотна и мало просвещена в данном вопросе. То есть, получается, интерес есть, а подчеркнуть информацию не откуда. Нет, да, то есть вопросы были иногда просто не к нам. Вопросы были к гинекологам. Ну, например, спрашивали девушки. Мы иногда предлагали разделить, потому что лекции вела не я, лекции ввел руководитель этой программы, врач Артур Кургунов, и он всегда настаивал на том, что это должна быть с 16, начиная с 16 аудитория лет, с 16 плюс, и только изредка с 14 плюс у нас была аудитория в присутствии обязательно социального педагога, руководителей, или классного педагога, или родителей. Ну, в вузах, конечно, ребята сами принимали решения, потому что они уже совершенно летние. Вопросы, например, были такие, что можно ли жить половой жизнью во время месячных, можно ли жить с двумя партнерами. То есть мы от этого... Ну, это уже несколько из другой области. Да, у нас волосы вставали дыбом, но были вопросы конкретно по ВИЧ. Мы также просвещали и в заболеваниях, передающихся половым путем, потому что программа звучит как профилактика ВИЧ, ЗППП, гепатитов, то есть весь этот охват инфекционных заболеваний, передающихся половым путем, для того, чтобы нам сохранить все-таки молодежь здоровыми, для того, чтобы они могли... А вот проведение подобных мероприятий в школе, оно связано в первую очередь вот с этими законодательными базисами, которые предполагают наличие еще родителей, согласия родителей. То есть в школу нельзя так просто вот прийти и провести подобные мероприятия. Это основная причина. У нас какой-то не было такой задачи и не было особого, ну, честно скажу, особого желания вот что-то сделать неправильно. Наша задача была, опять же, ответственного поведения к себе молодежи, информации, просвещения и все. Вступать вот в этот разрез со школой, с педагогами и бороться с темой, нужно ли половое воспитание, у нас этой задачи не было. Хотя лично я считаю, что вопросы полового воспитания, они должны в семье быть, и никто не запрещает, пусть они будут и в школе, если министерство образования, если какие-то тоже или общественники, или какие-то врачи будут эту тему развивать. У нас вот несколько была все-таки вот задача вот такого ответственного к себе отношения и просвещения. Насколько я понимаю... Поэтому мы, вот если бы вы меня спросили, скажите честно, мы побаивались раньше, чем 14+, аудиторию брать. Брали 16+. Я понял. Насколько вот из нашего беседы я сориентировался, проект «Знать» — это пятый проект вашего фонда. Есть ли какие-то дальнейшие продолжения, следующие проекты, следующие шаги уже в перспективе? Да, мы этот проект не бросаем. И у нас на сайте, на основном нашем сайте фондсава.ру этот проект обозначен. В нем есть тоже много материалов, но мы вот сочли долгом отдельный сделать сайт, который проект «Знать» в одну строку .рф. И на нем можно полностью посмотреть. Там очень большой материал. Можно прийти к нам в фонд, позвонив мне, и получить брошюры. Они у нас в свободном доступе лежат. И мы будем этот проект обязательно продолжать. Конечно же, самый большой актив начинается к 1 декабря. Мы, спасибо нашим волонтерам, выходим на улицы, и студенты, волонтеры, как равные и равным, у кого есть желание, одев вот красные ленточки такие, они раздают эти материалы в достаточном количестве. Для того, чтобы в этот день хотя бы встрепенуть общество и сказать, что рост есть, проблема есть, от нее нельзя отмахнуться. И об этом не стоит молчать, и об этом нужно говорить. Общество закрывается, и не хотело бы на эту тему говорить. Но тема такая и существует. Я понял вас. Спасибо большое за то, что были сегодня у нас в студии открытого канала и говорили с нами на ту тему, которая чаще всего действительно замалчивается или вызывает нежелание говорить на эту тему. С нами была Ольга Каргунова, напомню, председатель правления детско-благотворительного фонда САВА и член общественной палаты. Субтитры создавал DimaTorzok